Слабость, сухость во рту и набор веса – не случайные симптомы. В комплексе они могут предупреждать о реальной угрозе здоровью. Несмотря на сладкое название, жизнь он совсем не подслачивает. Сахарный диабет входит в тройку самых опасных заболеваний. Сегодня по статистике от него страдает каждый второй, причем многие даже и не подозревают о наличии у себя такого опасного диагноза. Опасность заболевания в том, что он провоцирует обострение хронических болезней. К примеру, сахарный диабет может привести к инфаркту. Диабет, говорят медики, бывает двух типов – врожденный и приобретенный. Если статистика по первому в целом не меняется, то цифра заболевших вторым типом растет. А все из-за того, что люди игнорируют здоровый образ жизни. Особенно сильно это проявилось в период самоизоляции – физических нагрузок стало меньше. А вот вкусно и при этом не всегда полезно поесть, как говорится, сама ситуация располагала. На сегодняшний день в мире больше 400 миллионов людей, страдающих с сахарным диабетом. И по статистике это говорит о том, что каждый второй, недиагностированный, ходит по земле. Но основные симптомы – это прибавка в весе, когда человек, не меняя своего образа жизни, начинает набирать вес. Это может быть сухость во рту, жажда, ночное мочеиспускание, когда вам не хватает ночи для того, чтобы не сходить в туалет. Так как себя обезопасить? Первым делом нужно обратиться к специалисту. Медик подберет подходящее лечение и диету. Причем диета вовсе не значит голодание. По сути, страдающих с сахарным диабетом ограничивают лишь в тех продуктах, которые вредны и для абсолютно здорового человека. Это ограничение в питании продуктов жирных, кондитерских изделий, это уменьшение продуктов питания просто углеводистых, так скажем. Обязательно нужно потреблять большое количество клетчатки в рационе, то есть делать упор на свежие овощи, фрукты и зелень. Обязательно рацион должен быть богат животным белком. Это обычное правильное питание. Естественно, зайдя в кондитерскую, человеку больного диабетом надо развернуться и выйти. Но зайдя на рынок, он может выбрать весь спектр практически того, что там представлено. От диабета второго типа, приобретенного, можно излечиться, уверены врачи. Главное соблюдать все рекомендации и не игнорировать их при наступлении ремиссии, чтобы коварный недуг не заявил о себе снова. Мария Левина, Максим Гусев, События.